Образ великого полководца, дипломата, собирателя земель русских во все времена нашей истории остается объединяющим. Князь в тяжелое для нашего тогда еще молодого государства время закладывал основы бытия единой страны. Идея защиты Родины – главная в постановке. Большой проект благословила Брянская епархия. Он был реализован при поддержке руководства региона. В день премьеры от губернатора Александра Богомаза участников проекта и зрителей приветствовала Татьяна Кулешова. Хочу пожелать вам всем насладиться замечательной музыкой и мастерством наших талантливых двух таких больших коллективов наших, брянских, которых мы очень любим. Основы кантата Сергея Прокофьева была написана к другому гениальному произведению – фильму Сергея Изенштейна «Александр Невский». Постановка на брянской сцене, образ ведущий к победе – это музыка в исполнении губернаторского симфонического оркестра и городского академического хора, кадры из фильма режиссера «Классика». Кроме того, в проекте звучали стихи брянского поэта Николая Паснова, строки из «Жития» благоверного Александра Невского. Мы, конечно же, встали перед такой деревней. Как это может звучать? Потому что кантата, она подразумевает собой только музыкальное сопровождение. Но вот такой пилотный проект, который был использован сегодня с чтением в стихах и прозе, я думаю, что он оставил несгладимое впечатление у наших зрителей. Руководитель Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян около полутора лет вынашивал идею постановки знаменитого произведения Сергея Прокофьева, прежде чем приступить к масштабному проекту. Музыка настолько гениальна, материал такой богатый и на сегодняшний день нужный и актуальный, что искушение было очень большое, это вот сейчас сделать. И я думаю, что у нас получилось, получилось не плохо. Сольную партию в кантате Сергея Прокофьева исполнила совсем юная певица, студентка Московской консерватории Мария Солдатенкова. Ее меца-сопрано впервые звучала на этой сцене. Эмоции на самом деле просто потрясающие. Я очень рада, что мне посчастливилось петь на этой сцене с прекрасным оркестром, с прекрасным хором и с замечательным, замечательнейшим просто дирижером. Сразу же после премьеры зрители поставили проект в честь 800-летия Александра Невского в один ряд с самыми яркими брянскими постановками. Сегодня в зале было очень много людей сферы образования и сферы культуры. Тех, кто потом, наполнившись вот этим чувством, транслирует его дальше, будет передавать дальше, будет учить детей. И мы вот сегодня прониклись духом патриотизма, духом героизма. И, конечно, вот эту постановку надо показывать, надо смотреть. Это замечательная концертная программа. Отзвучали финальные аккорды, и зал взорвался овациями. Несколько минут зрители аплодировали стоя. Наталья Бодник, Алексей Рязанцев, Игорь Винничук. События. Брянск.